Всем привет! Сегодня 2 июля, у нас вышло обновление на tvOS, то есть на Apple TV. Причем это не бета-версия, а это уже вышло основное обновление, как видите. И оно очень актуально для тех, кто строит умный дом, для у кого есть камеры, как и у меня, то есть кто делает именно на родном приложении. Смотрите, что у нас появилось. То есть в меню AirPlay и HomeKit, то есть у нас появился вот такой вот пункт камеры. И тут появились все мои камеры, то есть вот G2H, G2H, то есть 3 штуки, и камера, которая прокинута с помощью HomeBridge, то есть это дверной звонок. Мы можем уже поставить какие-то уведомления, если камера будет обнаруживать движение, причем можно выбрать, это будут люди, животные, и даже есть доставка. То есть Apple будет уметь распознавать почтальонов и посылок. Так, еще у нас появились, получается, безопасные аксессуары. И смотрите, то есть залетел у нас в HomeKit Acara Hub, то есть он тут появился, так, и появился даже MIGA TV, то есть который у меня тоже проброшен через HomeBridge. Ну и, соответственно, камера, которая была раньше прокинута. Вот, основные изменения также коснулись и меню, то есть HomeKit на телевизоре. Sharp Play я еще не успел проверить, то есть на телефоне у меня 4.7, то есть и я пока не смог это определить. А вот, что касается самого приложения HomeKit, то есть и камер, то у нас тут появилась вот такая вот красота. То есть, ну, камеры, как и раньше были, то есть это вы видели в моих предыдущих видеороликах. Так, и теперь смотрите. У нас появилось вот такое вот окошко, где мы видим все свои камеры. То есть, причем, как видите, все 4 камеры идут в прямом эфире. Ну, как бы прокинута через HomeBridge, понятно, она чуть подтормаживает. А камеры, которые G2H, то есть штатные Apple HomeKit, то есть они работают нормально. Кроме этого, то есть мы можем вот так вот переходить с этого меню на свои камеры, то есть увеличивать, возвращать назад, то есть что здесь очень удобно. И самое главное, то есть что у нас появилось. Помимо общего вида всех камер, Apple теперь предоставила нам возможность управлять нашими устройствами. Раньше, кто в курсе, знает, что можно было создать какой-то сценарий, то есть и включать тот или иной сценарий. Теперь же у нас появилось вот такое вот меню с иконками, которые есть в этой комнате, где установлена камера, то есть и мы можем их переключать. Вот, например, детская, вот, например, кухня. Не обошлось, конечно, без косяка, так как это первое обновление, то обратите внимание, что как только я захожу на эту камеру, надпись прямой эфир остается, но, как видите, время не считается. Соответственно, если я включаю какие-то устройства, то они включаются практически мгновенно. Вот, но чтобы увидеть, включились они или нет, мне нужно выйти на обратное окно, то есть с общим видом камер. Хотя вы можете слышать, как устройство клацает, то есть сейчас даже. Уверен, что в ближайшем будущем Apple все эти огрехи и недочеты исправит, но согласитесь, по сравнению с тем, что было, то есть функционал уже шикарный на сегодняшний момент. Всем спасибо за просмотр, до новых видео и до новых новостей.